В Украине обновили закон «О рекламе». Что он означает для блогеров и инфлюенсеров? Со 2 октября 2023 года в Украине заработали новые правила размещения рекламы и рекламного контента. Последние введены соответствующим законом, вступившим в силу в конце мая. Под его регулирование попали блогеры и инфлюенсеры, об этом пишет РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины, регулировка блогеров. Ранее пользовательский контент, социальные сети и блогеры в Украине находились вне сферы действия правовых норм, в результате иногда возникало ощущение полной безнаказанности среди инфлюенсеров, а также происходили прямые нарушения законодательства в области рекламы, сейчас законодательство определяет пользовательский контент как информацию, созданную как физическими лицами, так и компаниями, на платформах общего доступа, наподобиями Gova и Netflix, до видео, на платформах общего доступа к информации, Facebook, Instagram, LinkedIn, или с использованием электронных коммуникаций, Messenger, Viber, Telegram. Отныне есть четкие критерии, которые определяют, считается ли рекламой распространяемая в Украине информация, если реклама ориентирована на украинских потребителей, рекламируемый товар или услуга доступны в Украине. Рекламодатель имеет офис в Украине, или реклама выполняется на украинском языке, она подпадает под юрисдикцию украинского закона. Это означает, что к блогерам будут применяться все требования и ограничения, которые распространяются на других рекламораспространителей, что именно будет считаться рекламой и как отличить ее от личных рекомендаций. Рекламой считается продвижение товаров, или личностей, не только за финансовое вознаграждение, но и за другие виды вознаграждений, таким образом, если блогер получает товар в обмен на рекламу или даже скидку, это все равно считается рекламой и подпадает под регулировку. В случае размещения блогерами рекламы им обязательно нужно указать, что этот контент содержит рекламный материал. В целом же реклама не имеет права проявлять дискриминацию, использовать стереотипы в отношении мужчин и женщин, представлять человеческое тело как сексуальный объект, если это не напрямую связано с продуктом, и принимать заказы на рекламу от компаний, связанных с государством агрессором. Какая ответственность за нарушение? За нарушение закона блогерам придется оплачивать штраф в размере пятикратной стоимости рекламы, если она указана в контракте и предоставлена заказчикам в госпродпотребслужбу, если определить стоимость невозможно, то устанавливается фиксированный штраф в размере до 300 необлагаемых минимумов, на сегодня это всего 5100 гривен. Недавно мы рассказывали, что украинские компании покидают твиттер из-за неадекватности Илона Маска, также узнайте, может ли полиция принудительно задерживать и отправлять в ТЦК.